Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о вакцинации и тема нашей сегодняшней встречи, связанной с прививками, реакцией и осложнения. Пойдемте. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Серьезная у нас тема сегодня – прививки, реакции и осложнения. Помните, что-нибудь такое было с вами? Нет, у нас как бы все благополучно было. Ну тогда давайте все-таки попытаемся выяснить, что думают по этому поводу наши уважаемые эксперты. Ну вот сколько раз мне делали прививку? Ну немного, конечно, не часто. Но я себе плохо не чувствую. Температура, да, может подняться, но не во всяком случае она поднимется. Она может не сразу подняться. Но у него может болеть и голова. Мне было еще 4 лет. Я делал прививку мой доктор Саша. Ну вот я плакал, потому что было больно. Ее мне кололи в попу. Чешется, типа она помогает. Ну она, типа, комару кусила. Ну она потом прошла, мне мама поделала массажик. Жигися, что она прошла. На следующий день уже не болит. А бывает, ничего не происходит, не происходит. А потом, на следующий день, после прививки... Жаж. Ну эти две приливки сразу сделать. Это так Шкипер говорил рядовому, что от второй приливки может вырасти вторая голова или хуже. Что? Спасибо. Ну спасибо, хоть эксперты нас повыселили. Хотя, конечно, очень волнительная тема. Наверное, не будет этих реакций и осложнений. И не было бы тема вакцинации такой острой. И, конечно, здравомыслящих родителей больше всего на свете волнуют именно вопросы, связанные с риском. С риском вакцинации, с возможными реакциями и осложнениями. Да. У вас была Леся, самая вас дочерью Машенька. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здорово, когда фильм, в котором ты снялся, полюбила более миллиарда зрителей. Счастье, когда на съемочной площадке этого фильма ты встречаешь свою любовь. Так случилось с исполнителями ролей Тони и Павки, в китайском сериале «Как закалялась сталь» Лесей Самаевой и Андреем Самининым. В Китае почти каждый житель считает себя крестным их семьи. Но самое большое счастье считает Леся. Это счастье быть мамой. А вот беспокоит маму Лесю необходимость делать дочке Маше прививки и, возможно, в этом случае осложнение. Этими сомнениями она и решила поделиться с доктором Камаровским. Даже я знаю, например, некоторых людей, которые, ну, по каким-то соображениям принципиально не делают прививки своему ребенку, да? То есть, например, у ребенка есть только обязательное, которое ему сделали без спроса мамы. В родильном доме, да. И все, больше ребенок прививок не делает. Во-первых, ваше отношение к этому. А во-вторых, если, допустим, вот после передачи, да, после услышанного и просмотренного, мама, например, одумалась и решила, что нет, все же прививки нужно делать. То как поступить, если время утеряно, и ребенку уже там на данный момент 4 года или 5? Ну, на самом деле в этом нет ничего страшного. Если ум вернулся или понимание пришло, да, когда-то, да, то лучше позже, чем никогда, на самом деле. Если у ребенка там 4 года, да, он не привит от дифтерии, столбняка, полиэмилита и гепатита B, то, значит, надо воспользоваться современной цивилизованной медициной и обеспечить ребенку защиту от этих инфекций. То есть надо, 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 надо. Вакцинация была, есть и будет самым эффективным способом профилактики инфекционных болезней. Это великое достижение цивилизованного общества. Это первое. Второе. Я говорю, что я за вакцинацию вовсе не потому, что за моей спиной стоят дяди из Министерства здравоохранения и требуют, чтобы я это сказал. Я это говорю как человек, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице, который 10 лет жизни провел в отделении реанимации, который заведовал дифтерийным отделением, который видел, как умирают дети от дифтерии, как левша, столбняка и гепатита B. Я все это видел своими глазами. Поэтому я хочу, чтобы люди сделали вакцинацию эффективной и максимально безопасной. Ты хоть прививок не боишься, ребенок? Ты вообще помнишь, когда тебе их делали последние? Надо говорить только правду в этой передаче. Скажи правду. Боишься? Ну да. Ну, нет, так это нормально. Но не должен человек не бояться уколов. Кому это приятно, когда... Просто другой вопрос, что человек должен понимать, что надо, правильно? То есть умный человек понимает, что в жизни он делает не только то, что ему нравится. Иногда приходит делать то, что неприятно. Просто люди очень часто, когда говорят про прививки, вот произносятся вот эти два слова. Реакции и осложнения. И вот на самом деле люди сплошь и рядом разницы между реакцией и осложнением не понимают. И у нас были жуткие осложнения после прививок. Температура 39. Понимаете, вот это нормальная фраза, в принципе. Хотя на самом деле надо понимать суть. Вот для чего делаем мы прививку? Мы вводим какой-то там микроб, что-то, то, что называется антигеном. И на вот этот антиген вырабатываются антитела. Это вроде как цель, да? Так вот оказывается, что практически невозможно ввести вот этот антиген в идеально чистом виде. Ну вот мы вводим либо там разрушенную клетку, либо какой-то очищенный препарат. Но там все равно, кроме вот этого антигена, есть еще всякая дрянь. Ну вот никуда без этого. И это так положено. А иначе не получится. Но вот когда мы, допустим, хотим, берем вот, хотим, чтобы у нас был иммунитет. Вот коклюша, допустим. Мы не можем выделить вот в изолированном виде вот коклюшный антиген. Там будет и фрагменты клетки и так далее. И опять-таки это все надо каким-то образом вырастить, каким-то образом стабилизировать, чтобы оно не инфицировалось. То есть в любой вакцине, кроме вот того самого антигена, есть еще куча других компонентов. Это понятно? Да. Понятно. И вот теперь представим себе, мы ввели в организм антиген. И этот антиген способствует выработке чего? Иммунитета. Правильно? То есть у нас вырабатываются так называемые антитела. И вот эта способность вакцины вырабатывать иммунитет, то есть спровоцировать выработку иммунитета, называется таким словом иммуногенность. Ну вот одни вакцины обладают очень высокой иммуногенностью. Один раз ввели вакцину и получили прекрасный иммунитет. У других вакцин слабая иммуногенность. Их надо ввести там три раза или четыре. Или там как в случае полиэмилита бывает и пять и шесть. Так вот, но мы уже сказали о том, что кроме вот этого антигена в вакцине есть еще куча всего того, чего нам не надо. И вот эти компоненты, вакцины, они могут давать реакции совершенно ненужные. Ну какое-то, например, раздражение попы, к примеру, полит, красный. И это есть реакция. И температура, это тоже реакция. И это будет называться словом реактогенность. То есть есть у вакцины, получается, два свойства. Способность вырабатывать иммунитет, это нормально. И способность вызывать никому не нужные, нежелательные реакции. И вот эта способность называется реактогенность. Что такое идеальная вакцина? Идеальная вакцина, это вакцина, у которой иммуногенность хорошая, а реактогенность нулевая. То есть, которая иммунитет выдает. И есть на самом деле такие вакцины. Ну вот, например, классический пример такой великолепной вакцины. вакцина полиэмилита. Она практически не дает реакции. Вот у нее реактогенность близка к нулю. Вот это шикарная вакцина. А вот реактогены, теперь вот эти реакции, то есть обусловлены именно свойствами самой вакцины. И мы знаем, какие это реакции могут быть. И эти реакции, вот теперь о чем мы говорим, бывают общие и местные. Это понятно? Общая реакция, это что будет? Какие могут быть общие реакции? Температура, очевидно. И температура, и снижение аппетита, и слабость. Вот и ксыпь может появиться. Это общие реакции. А есть местные реакции, когда реагирует то место, куда вакцину ввели. Понятно? Укололи в попу, а укол не прошел. Вот попа стала красная и болит. И вот это называется словом местная реакция. Страшно. И вот я к чему говорю, что последнее время вроде как постоянно говорят о том, что появились новые, очищенные, европейские вакцины. Но тем не менее, количество жалоб на местные реакции многократно больше. Увеличилось. А знаете почему? Почему? И все думают, что это что-то не так, что вакцина плохая, что это вот ужасно, что если у ребенка после прививки покраснела попа, то это ужасно и больше вот это делать нельзя. А это, оказывается, одно из основных достижений, вот я сейчас удивлю, может быть, всех, что покрасневшая после прививки попа, это одно из, оказывается, достижений медицинской науки. Оказывается, для того, чтобы вакцина проявила свою иммуногенность в полной мере, чтобы был выработан иммунитет, очень желательно, чтобы в том месте, куда будет введена вакцина, возник воспалительный процесс. То есть вот представляете, туда в вакцину специально добавляются вещества, которые называются умным словом адъюванты. И вот эти вещества вызывают вместе введение в воспалительный процесс. И туда, к месту введения вакцины, идут клетки иммунной системы, и знакомятся с вакциной. То есть не вакцина разносится по всему организму, а вместе в введение возникает процесс, и таким образом клетки иммунной системы обучаются выработке иммунитета. И вот в последнее время, когда пришли именно высококачественные современные вакцины, и количество местных реакций стало многократно больше. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а может быть, во избежание осложнений вот таких страшных, может быть, стоит сделать какую-то пробу, ведь можно это сделать, чтобы знать, как реагировать потом? Вы знаете, врачи всего мира больше всего на свете мечтают о вот подобных пробах. Ну, кстати, мы вот сейчас, когда в нашей беседе говорили о реакциях возможных общих и местных, обратите внимание, мы такое слово осложнение не произносили. Нам надо всем понять разницу между реакцией и осложнением. Это самый принципиальный момент, потому что, когда мы, например, вводим вакцину АКДС, мы по большому счету знаем, какие возможные реакции. Они действительно бывают очень часто, ну, практически при использовании вакцины АКДС общей реакции, ну, один из трех обязательно есть. Или повышение температуры, или расстройство общего состояния и так далее. Но бывают совершенно уникальные реакции организма на вакцины, которые предвидеть практически невозможно. То есть, обращаю внимание, как человек будет реагировать на конкретную вакцину, зависит от самого человека и от качества вакцины. Но практически вот никто не знает, почему у ребенка, например, там встречается аллергия, допустим, на рыбу или на арахис. Вот никто не знает, почему. Почему есть тысяча детей или миллион детей, которым сделали вакцину от полиэмилита. И миллион детей перенесли ее замечательно. У них даже настроение не испортилось. А у одного из миллиона возникло тяжелейшее осложнение, связанное с этой вакцинацией. То есть, речь идет о том, что в человеческой популяции встречаются люди, у которых имеет место непереносимость или неадекватные реакции на лекарства, на которые все остальные реагируют нормально. То есть, я еще раз фиксирую внимание, речь идет не о том, что это плохая вакцина, а о том, что данная вакцина и человеческие организации почему-то несовместимы друг с другом. И ответить на вопрос, почему именно они несовместимы? Вот не может медицинская наука и все. Не может. И все, кто говорят, давайте будем делать кучу проб, давайте проверять, нет проб, с помощью которых можно быть убежденным в том, что этому ребенку вакцину делать нельзя. Ну вот нет таких проб. И все, кто говорят, что пробы эти вам сделает, это либо шарлатан, которых на этих пробах зарабатывает, либо просто человек, который ничего в медицинской науке не понимает. ни одна страна мира не делает подобных проб. Даже очень обеспеченные страны ничего не могут сделать. Обеспеченные страны могут вкладывать деньги в более качественные вакцины, более очищенные вакцины, вакцины, которые не во флаконе, где 40 доз, которые 40 раз проколят, наберут, а после этого введут 40 детям, а в однодозовых флаконах, например, то есть один флакон на одного ребенка. Да, за это можно платить дополнительные деньги и таким образом уменьшать вероятность реакций, потому что мы будем вводить менее реактогенные препараты. Но никто, никакая вакцина, даже самая совершенная, не может каким-то образом уменьшить качество осложнений, ибо они зависят от индивидуальных особенностей, как человека. И как на эти особенности влиять, ну не знает медицинская наука. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Доктор, скажите, пожалуйста, а как на практике мамочке понять после вакцинации это реакция на вакцину или осложнение после нее? Вы знаете, вот когда речь идет о слове осложнения, вы точно не окажетесь возле ребенка вдвоем с ребенком. То есть осложнение это всегда очень серьезно. Это выраженное расстройство общего состояния. Это всегда ситуация, которая нуждается во врачебной помощи. То есть ребенку реально очень плохо. Поэтому такой вопрос не стоит, как мамочке отличить. Если речь идет именно об осложнении, тогда всегда рядом окажутся медработники, без них вы просто не справитесь. Другой вопрос в том, что мамочка должна понимать, что если на какой-то конкретный вакцинный препарат была реакция, реакция, какой бы она ни была, то это не является противопоказанием к повторному введению этого препарата. Более того, есть тенденция к тому, что если была выраженная общая реакция, то при следующем введении она будет менее выражена. А вот осложнение, любое осложнение, это прямое противопоказание к тому, что можно дальше вакцинироваться этим препаратом. Ну вот, например, там реакция на знаменитую вакцину БЦЖ, например. Ну вот, может быть, местная реакция, любая, но может быть, осложнение. БЦЖ-инфекция, когда туберкулезный процесс, вызванный вот этими палочками БЦЖ, он возникает не только местно, но и в лимфоузлах или разносится по всему организму. И, конечно, в такой ситуации ни о ком продолжении вакцинации БЦЖ не может быть и речи. То есть это конкретное противопоказание. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, многие врачи еще до прививки советуют принимать противоаллергические препараты. Якобы в таком случае не будет реакции на вакцинацию. Ваше мнение по этому поводу. Ну, на самом деле, если у ребенка есть аллергическая реакция на введение конкретной вакцины, то уменьшить выраженность этой аллергической реакции можно, если принимается решение, продолжать вакцинацию этим препаратом. Тем не менее, всем подряд назначать подобные препараты в этом однозначно нет нужды. К тому же, реакции на введение как правило не имеют к аллергии никакого отношения. Ну, как правило, реакции это расстройство общего состояния, повышение температуры. Естественно, никакими противоаллергическими препаратами невозможно. Евгений Рягоч, а если на приливку вообще никакой реакции нет? Это совершенно нормально, это значит вы, ну, хорошо вам это подошло. Значит, радуйтесь, не переживайте. Я, кстати, коль скоро мы заговорили о препаратах, я хочу обратить внимание, что, как правило, повышение температуры после вакцинации не имеет никакого отношения к иммуногенности вакцины. Это реакция на вот те вот самые ненужные компоненты, то есть любое повышение температуры после вакцинации, ну, не имеет биологической целесообразности. Поэтому не надо ждать 38 или 39. Выше, чем 37,5 в подмышечной впадине уже повод использовать жаропонижающие средства. Напомним, что жаропонижающие средства, которые могут мамы и папы использовать без доктора, называются парацетамол и и бупрофен. Больше ничего. Здравствуйте, доктор. Скажите, вот говорят, что если ребенок тяжело перенес первую прививку, то вторую он перенесет еще тяжелее. Это правда? Ну вот как раз тут надо разграничивать общие местные реакции. Стандартная ситуация, описанная во всех учебниках, такая. тяжесть общих реакций уменьшается, тяжесть местных реакций увеличивается. То есть, если после первого укола попа покраснела на два дня, то с максимально возможной вероятностью после следующего укола покраснеет на три или даже на четыре. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, а перед вакцинацией обязательно сдавать анализ крови, мочи? Ну, по большому счету, главное, что надо сделать перед вакцинацией, это показать детеныша доктору. Если доктор не сможет оценить состояние здоровья ребенка без анализов, тогда сдавать. Но правило обязательно сдавать анализы перед вакцинацией не реализуется ни в одной стране мира. Считается, что если ребенок здоров, то его можно вакцинировать без всяких обследований. Спасибо. Евгений Олегович, у нас была такая ситуация, когда в год сделали корько-раснухоапаратит, и там через две недели даже больше поднялась температура на три дня, после этого была легкая сыпь за ушами. Ну, благодаря вашим книгам я так это связала все-таки с вакцинацией, именно с коревым компонентом. Вот теперь шесть лет. Делать снова. Будет такое ждать, не ждать. Вы знаете, маловероятно. Как правило, подобные реакции, они чаще бывают именно после первой вакцинации. Скорее всего, перенесете очень хорошо. То, что вы описали, классическая реакция на живую вакцину. Вы были подготовлены. Вот, наверное, главное, что надо делать родителям, это стараться получать информацию. Если есть информация, то нет тогда паники, нет суеты, нет ненужного пичкания детей ненужными лекарствами. Это очень важно. И вот это количество лекарств, это интенсивность суеты и спасений, это очень сильно зависит от того, насколько информированы мамы и папы. К сожалению, в средней школе такой информации не дают. А надо бы, очень надо бы. Может быть, тогда мы бы меньше реагировали на антивакцинальную вакханалию, которая есть в средствах массовой информации. И еще, можно, вот 6 лет ветрянка, мы пока еще не болели, идти в школу, сделать вакцину или сколь, до какого времени можно подождать? Ну, по большому счету, у вас есть реальный риск заболеть ветрянкой в любой момент. Правда, да? Как правило, все-таки ветрянка до подросткового возраста легче, чем после него. Тем не менее, у вас в 21 веке есть выбор ждать ветрянки, когда она придет, ну, вот, когда ее на вас пошлют, да, или сделать вакцинацию. Государство пока еще не нашло средств на всеобщую вакцинацию от ветрянки. То есть, там в Европе, в Евросоюзе нашли, в США нашли, в Израиле нашли, мы пока еще не нашли. Но, каждая мама вправе сама решать. Есть возможность, привейтесь, не морочите себе голову. Важно же не просто заболеете вы ветрянкой или нет, а то, заболеете ли вы в нужный момент. А вот завтра у вас выпускной, а вы все в прыщах. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, а можно ли с помощью лекарств предотвратить реакции на прививки? Ну, уменьшить выраженность некоторых реакций можно. Можно уменьшить выраженность температуры тела, можно уменьшить выраженность аллергических реакций. Но главное, к сожалению, состоит в том, что предотвратить и предсказать осложнение мы не можем ни с помощью никаких лекарств, никаких обследований. К сожалению, это лотерея. Другой вопрос в том, что вероятность осложнений после любой вакцинации в десятки тысяч раз меньше, чем вероятность осложнений после болезни, от которых эта вакцинация делается. Если для ребенка представляет смертельную опасность ослабленная коревая вакцина, то живой активный вирус кори это абсолютная угроза жизни этого же человека. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, у ребенка с рождения сильно были выявлены аллергии на многие продукты. Шоколад, морковь, ну и любые продукты, даже печенье. Нам запретили прививки. Мы их не делали. Мы сделали первые в роддоме до полугода все, нам запретили. Сейчас ребенку будет 6 лет. Можем мы возобновить прививки? Я вам сразу скажу, что врач, который запретил вам прививки на основании пищевой аллергии нарушил все существующие медицинские инструкции. Этого делать не надо. Понятно? Исходя из этого, мама сейчас понимает целесообразность вакцинации. Мама должна искать адекватного доктора, который инструкции не нарушает и отнесется к вам с точки зрения цивилизованной медицины. Как можно в 6 лет девочке быть без прививок и идти в школу? Скажите, пожалуйста, а вот есть случаи как бы у меня у знакомых, что были уплотнения, покраснения на коже. Неужели производители не знают об этом? Как раз вот это то, о чем мы и говорили. Уплотнения, которые возникают вместе в введении вакцины. Это классическая реакция на вещества, которые входят в состав вакцины. Эти уплотнения не представляют никакой опасности, но рассасываться они могут довольно долго, иногда более двух месяцев. Но еще раз фиксирую внимание, наличие подобных уплотнений никоим образом не свидетельствует о том, что это была некачественная вакцина, что неправильно укололи, что прививать дальше не надо, прививать дальше надо однозначно. Другой вопрос в том, что обратите внимание своих знакомых и всех, что при инъекции именно в ягодице подобные уплотнения возникают намного чаще. Именно поэтому современная вакцинация рекомендуется только в бедро. Обращаю на это внимание. Евгений Оргенович, скажите, пожалуйста, чем грозят местные реакции? Местные реакции ужасно грозят тем, что болит попа. Нет, Луиза Васильевна. Но местные реакции это то, что надо пережить. Главное, чем опасны местные реакции, это то, что маме, которая видит покрасневшую попу, не имется, ей надо что-то делать. Понимаете? И она начинает мазать эту попу, что-нибудь туда прикладывать. Потом врачи, конечно, лечат всякие химические ожоги от того, от кого-нибудь скипидара, которым эту попу намазали. Поэтому главное, что надо помнить, что главным способом лечения любых местных реакций является время и терпение. Понимаете? Вот это самое главное, что надо всем запомнить. И еще раз давайте теперь спустимся как бы зададим себе вопрос. Почему мы вообще с вами обсуждаем тему прививок? Почему мы должны думать о реакциях, об осложнениях? Просто потому, что на земле существуют инфекционные болезни. И каждая мать знает, что ее ребенку нечто угрожает. Вот ее ребенок может заболеть гепатитом В, дифтерией, столбняком, коклюшом, полиэмилитом. У ее ребенка есть риск вот этой болезни. И у ее ребенка есть способ защиты. Это не однозначно безопасный способ защиты, который называется вакцинация, но он тысяча раз менее рискован, чем ждать и переносить эту болезнь. Мама знает о том, что могут быть реакции и осложнения, но мама также знает, что эти реакции и осложнения несопоставимы, ни по степени выраженности, ни по вероятности возникновения с самой болезнью. И здравомыслящая мама делает правильные выводы. Надеюсь, вы их тоже сделали, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова